Всем привет, с вами Марти, и сегодня на обзоре несколько костюмов Горка от компании Союз Спецоснащения. Ассортимент костюмов Горка у Союз Спецоснащения довольно большой, и в этом видео мы рассмотрим более старые модели. Это Горка R, Горка S, Горка E и Горка D. Еще есть более новая модель Горка M, но это отдельная тема для одного из следующих видео. Немного информации. Что такое Горка? Это горный костюм, который изначально был разработан еще для советских войск в Афганистане для работы, собственно, в горах. С тех пор его модернизировали, его производят множество производителей. Один из наиболее популярных и известных производителей, это, конечно, Союз Спецоснащения. Их горки довольно часто светятся на бойцах различных спецподразделений, ФСБ, МВД, СОБРН и так далее. В общем, фото-видеоматериала довольно много. Горки изготавливаются из так называемой палаточной ткани. Это довольно плотная ткань, которая хорошо защищает от холодного ветра и влаги. Летом, в жару, конечно, в ней не очень комфортно, поэтому лично я ношу горку при температуре до плюс 15 градусов. В ней вполне комфортно. У Союз Спецоснащения в последние пару лет была заменена ткань и вместо плотной и грубой ткани они стали использовать более тонкую и легкую. По заверению производителя, эта ткань имеет такие же прочностные свойства, но при этом она более мягкая и в жаркую погоду, скажу так, в ней более комфортно, чем в горках от многих других производителей. К слову, скажу так, что горки от Союз Спецоснащения одни из самых дорогих, но, по-моему, они и одни из самых качественных. Конечно, сейчас никакое сравнение горка от любого производителя не идет с современными костюмы для холодной и влажной погоды, например, из мембранных тканей, но горка остается довольно оптимальным вариантом по цене и до сих пор ее используют довольно многие спецподразделения. Рассмотрим каждую из моделей более детально и начнем с горки R. Это самая простая и дешевая модель. Состоит из куртки и брюк. Куртка застегивается на пуговице, есть дополнительный клапан, чтобы закрыть ее по типу бутерброда и лучше защитить вас от холодного ветра. Внизу продет шнурок по всему периметру с кулиской, чтобы можно было затянуть и, опять же, иметь лучшую защиту от холодного ветра. Несколько карманов. Два кармана внизу на пуговице, довольно объемные. Карманы на рукавах. Небольшого объема. И также один внутренний карман с левой стороны. На нем также есть штамп от производителя. Капюшон регулируется. Имеет небольшой козырек. Первая регулировка. И вторая регулировка. На рукавах манжеты продеты резинки. Также есть резинки по бокам, которые немного утягивают куртку в районе талии. Куртка имеет в целом свободный покрой, что позволяет очень свободно двигаться. Брюки также имеют свободный покрой. Застегиваются на пуговицы. В поясе есть шнурок. Резинка. Шлевки под широкий ремень до 50 мм. Также есть петли для помощи или тактических подтяжек. Есть несколько карманов. Большие карманы с клапанами по бокам. Врезные карманы. Тоже довольно глубокие. В нижней части сзади на штанинах вставлена резинка, которая немного утягивает штанину по объему и не дает ей болтаться. Внизу штанины есть пыльник, который вставляется в ботинок. Так называемые тормоза, которые надеваются на ногу и не дают штанине слазить. Дополнительный шнурок, который обматывается вокруг ноги. И уже сверху натягивается штанина, в которой также есть резинка, чтобы не попадала грязь и влага. Горка E. По покрою она абсолютно такая же, как и предыдущая горка R. Отличается от нее только пуговицами. Видите, английские пуговицы. И камуфлированы вставками. Вставки сделаны из обыкновенной ткани. Просто нашиты сверху на палатку. Как усиление и для дополнительного камуфлирующего эффекта. Вставки производятся в основном в двух расцветках. Это СС Лето и СС Осень. Иногда союз предоснащения выпускает партии со вставками другой расцветки. Например, E.M.R. Лето недавно выпустили партию. Но также бывают и другие расцветки. В основном они делают их по спецзаказу для каких-то подразделений. Кому нужны горки с тем камуфляжем, который они используют. Горка S отличается от горки R только фасоном куртки. Брюки абсолютно такие же. Основное отличие это то, что куртка сделана по типу Anorak. То есть ее невозможно полностью расстегнуть. Ее нужно надевать только через голову. Небольшая застежка на пуговицах сверху, чтобы было легче надевать и снимать. Капюшон абсолютно такой же, как и у горки R с двумя регулировками и козырьком. На груди есть карман типа кенгуру небольшого объема с клапаном. Есть один большой карман сквозной. Что-то большое можно положить. Есть карманы в районе спины. Можно положить сюда документы или карту. Также есть затяжка внизу стандартно. Манжеты на рукавах. И на рукавах, как вы видите, карманов нет. В отличие от других горок. И последняя модель это горка D. Она самая дорогая из всех горок, что я сегодня показал. И самая, пожалуй, продвинутая и сложная. И значительно отличается от базовой модели горка R. Капюшон, в принципе, такой же, такие же регулировки. Но, как видите, все шнурки, они спрятаны под дополнительную ткань. Ничего у вас болтаться не будет. То же самое и с нижними затяжками. Закрывается также на пуговицы. Но клапан здесь еще более хитрый. Пуговицы на внутреннем клапане. Раз. Два. И застегиваете три. То есть вам придется застегнуть ее фактически два раза. Ее не очень быстро застегивать и расстегивать. Но при этом защита от холодного ветра гораздо лучше, чем, допустим, на горке R. Карманы. Есть скрытые карманы на груди. Видите, они полностью закрыты. Карманы по бокам внизу. Также на клапане. И стандартные карманы на рукавах. Также на клапане с пуговицей. Манжеты также на резинке. И особенность. Есть внутренний карман в районе локтя для пенки или другой защиты. Очень удобно. Еще одно отличие функциональное. Это наличие так называемой юбки. То есть перед тем, как застегнуть куртку, вы ее закрепляете на поясе. И она защищает вас от поддувания холодного воздуха. То есть шнурок и пуговица. И она на резинке. Очень комфортно и удобно. Также есть сетка в нижней части. Что препятствует запотеванию. Лучше вентилируется. Больше комфорта. Еще есть внутренний карман. Так же как на горке R. Со штампом производителя. И нижняя часть. Также в ней продет шнурок. Который можно отрегулировать. А регулировка находится внутри кармана. То есть шнурок у вас не торчит. А можете отрегулировать. И закрыть его в карман. Брюки также более продвинутые, чем у остальных моделей. В поясе резинка продета только по бокам. Также шнурок. Застегивается на пуговицы. И есть петли для помощи. Карманы. Боковые. Врезные. Довольно глубокие. Клапаны. И по бокам. На бедрах. Довольно большие карманы. С клапаном. Которые также можно затянуть резинкой. Клапаны. Сзади также есть карманы. На клапане. И еще одна особенность. В район коленей также можно вставить защитную пенку, чтобы не использовать наколенники. Нижняя часть штанины такая же, как и у других горок. Есть пыльник, тормоза, шнурок и манжет с резинкой. И в завершении дам несколько советов и рекомендаций. Во-первых, как правильно стирать горку. Если вы не хотите, чтобы после нескольких стирок ваша горка стала белой, как у некоторых бойцов, которые очень любят чистоту и могла вас маскировать только зимой, я рекомендую не стирать горки в машинке, а только ручной стиркой в теплой воде с минимально возможным добавлением порошка. Тогда она будет максимально долго сохранять свой землистый цвет. Союз спецоснащения утверждает, что их ткань устойчива к истиранию, к стирке и сохраняет свой цвет долго даже при обычной машинной стирке. Но я этого не проверял. И все-таки даю вам такую рекомендацию стирать бережно. Надеюсь, видео было для вас полезно. Все ссылки в описании. С вас лайк, подписка на канал, фейсбук, группу ВКонтакте. И используйте правильное снаряжение. Выражаем благодарность нашим спонсорам. Ссылки в описании. Продолжение следует...